С момента запуска электронного сервиса исчезли длинные очереди в цонах. Получить необходимый комплект документов можно, не выходя из дома. В этой связи увеличилось количество граждан, использующих мобильное приложение E-Gov Mobile. Согласно статистическим данным, приложение пользуется около 2,5 миллионов казахстанцев. Онлайн, офлайн. На сегодняшний день эти два формата услуг остаются актуальными. Пользователям портала открылась возможность получать справки из разных учреждений, отправить запрос в любой госорган и отслеживать его статус, не выходя из дома. Внедрение интерактивных услуг на портале электронного правительства позволило в разы экономить время на сбор пакета документов. Все, что вам потребуется, это мобильное приложение и интернет. Через сайт-портал можно получить услуги удаленно, также через мобильное приложение E-Gov и приложение банков второго уровня. Доступны разные виды услуг, уменьшается количество посетителей. По статистике ранее, данное отделение ежемесячно посещали 1500-1700 человек. На сегодняшний день 300-400 человек. Портал предназначен для оказания государственных услуг и сервисов электронного правительства. Основным преимуществом портала и мобильного приложения служит устранение бюрократических проволочек. Виртуальные услуги представляют возможность введения различных операций, в том числе платежных, с любого удаленного уголка. Мы также поинтересовались у жителей города, насколько удобно населению получать услуги дистанционно. Хочу выразить благодарность данному отделу за быстро оказанную помощь. Предпочитаю оффлайн. Привык получать услуги лично, посетив отделение ЦОНа. Доволен работой менеджеров. Все устраивает. Я пришел в ЦОН получить удостоверение. Мне удобнее получать услуги оффлайн, встретиться с менеджером лицом к лицу. В настоящее время мобильное приложение ЕГОВ предоставляет гражданам 100 видов услуги, сервисов, включая платежи. Но несмотря на то, что получение услуг в формате онлайн набирает популярность, немало людей все еще предпочитает по старинке получать услуги в ЦОНах. Алтын Шангарайба, Галамжан Исимбаев, Айхан Ахпарат.